МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Поросли бурьяном. Некоторые места отдыха в областной столице требуют срочного ремонта и уборки. На какие объекты коммунальщикам стоит обратить внимание? Металлургическая отрасль является одним из основных направлений промышленности на Орловщине. Всего в городе области насчитывается более десятка подобных предприятий. А что именно готовят из горячего металла, расскажу я, Сергей Прошкин. Орловские библиотеки вновь в строю. Учреждения открылись для читателей. Как будут работать абонементы, знаю я, Наталья Чунина. Без крыши над головой. Где живет и как вынужден ютиться воин-интернационалист, прошедший Афганистан? Об этом расскажу я, Анастасия Гришина. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». В ближайшие дни станут известны результаты голосования за объекты благоустройства в областном центре. Общественные территории, которые предстоит отремонтировать в перспективе, орловчане выбирали в период голосования по поправкам в Конституцию. Городские власти утверждают, что уже в июле стартуют конкурсы по выбору подрядчиков. Построить и отремонтировать мало. Нужно содержать и убирать общественные территории, говорят жители. Сквер «Орлята» – один из примеров того, как не надо работать коммунальщиком. Требует благоустройство и сквер Маяковского. Наталья Пехтерева выезжала на объекты. Руины в центре «Орла». Территория между зданием Центрального банка и Александровским мостом. Как можно было довести сквер Маяковского до такой разрухи, задаются вопросом орловчане. Надо принимать какие-то меры во благо нашего города, жителей. Сквер образован в 1949 году на месте развалин взорванного в Великую Отечественную войну Дома Красной Армии. В 1957 территорию благоустроили. А сейчас эта площадка превратилась в заброшенную местность. Ямы, разбитая плитка, заросшие газоны и видавшие виды скамейки. У нас много внимания уделяется другим местам. То есть около Герзенского моста сейчас сквер реконструируется. Потом где-то еще работы ведутся, я видел. То есть постепенно все делается, я считаю. До этого места, я думаю, тоже дойдут руки. Территория, напротив, тоже не избалована вниманием коммунальщиков. К памятнику Лескову и персонажам его произведений подступает бурьян. Он же хозяйничает на клумбах. Между плитами пробивается трава. Цветов этому участку орла не досталось. Вдоль тротуаров мусор. Мне кажется, такая проблема везде в России, на самом деле. Мне элементарно хотелось бы с ребенком посидеть. Хотя все лавочки оказались заняты, их очень мало. И территория, ну, выглядит очень неопрятно. Власти города должны заботиться о таких вот важных местах. Конечно, и ребенка сюда привела показать. Сквер Орлята был в запустении многие годы. Его отремонтировали в 2018-м. Обновленный объект не оправдал надежды. Ни должного содержания, ни контроля. Клумбы в траве. Цветов нет. У орловчан, как всегда, теплится надежда, что ответственные лица вспомнят про этот и другие объекты. Сквер Ермолова. Картина здесь также, мягко говоря, далека до идеальной. Есть и мусор, и заросли не хватает цветов. Но совсем недавно в общее дело благоустройства внесли свою лепту жители. Они обновили лавочки. В прямом эфире на телеканале Первой областной глава администрации Александр Муромский озвучил причины. Все упирается в деньги. Мы ограничены в средствах, потому что содержание территорий, парков, скверов, выполняется и финансируется исключительно из муниципального бюджета. И здесь нормативная потребность в средствах и наши возможности, они в разы не соответствуют друг другу. Мы здесь вынуждены экономить. И я вам более того скажу, что все территории, а их более 70, они разбиты на этапы. У нас есть центральные территории, которые мы чаще убираем, чем те, которые находятся на окраинах. Хотелось бы, чтобы везде убирали одинаково. Почему-то вспоминаются слова Сократа. Кто хочет, ищет способ. Кто не хочет, ищет причину. 5 августа Орел отметит День города. Может быть, к празднику некоторые общественные территории преобразятся? Наталья Фехтерева, Андрей Борисович, телеканал Первый областной. Семье из Глазуновки требуется помощь. Орловчанин Александр Тузов и его родственники потеряли дом. Строение сгорело в начале мая этого года. Александр нес военную службу в Афганистане. Пули в войне не смогли сразить. А вот пожар пошатнул здоровье и веру в будущее. Где сейчас ютятся Тузовы и как помочь семье справить новоселье? Мы теряли Анастасия Гришиной. Пройти войну, познать все ужасы, вернуться домой с боевыми травмами и потерями, прожить спокойно несколько десятков лет для того, чтобы сейчас, в 2020-м, вновь оказаться, как тогда, в 1980-м, в Афганистане. Горсть медалей, военные билеты и незначительная часть вещей. Немного из того, что удалось спасти. В этот раз стихия, а не воля случая, проверял Александр на твердость. Пройдя воду и медные трубы, пришлось встретиться с огнем, который пощадил жизни его близких, но не крышу над головой. Я что-то выходить, и за мной тоже идут. Я открываю дверь, мне в лицо пламя. Веранда полностью в огне уже, прям тут же все, ну сухое. Он и горел, все за три минуты он весь занялся. Прям в лицо пламя. Мы выскочили, я как раз ведро с водой, фляга с водой. Успел два ведра линуть сюда, понял, что это бесполезно. Жизнь в целом преподносит Александру испытания. Чуть более 40 лет назад, будучи 19-летним мальчишкой, попал в Афганистан. Прошел там армейскую службу, получил ранения. Сумел вернуться домой, но не без последствий. Сначала в Герат, мы вошли, потом буквально через много перешли в Шиндант. Ну что жили три на три. Типа землянки, они обваливаются сверху палатка, землю вкапывали, жили так. Такая жизнь была. Нарушивший привычный ход жизни пожар, семью из четырех человек вынудил перебраться в сарай. Одеждой, мебелью, вещами помогли родные, близкие и просто посторонние люди. И пусть какие-то работы были проведены, зиму Тузовы пережить там не смогут. Здесь, ну вот эту комнатку еще более-менее поотделали, но все равно все это дыра на дыре, это с внешней стороны все отделывать надо. Здесь вот мы ютимся вчетвером, вот на этом диванчике. Мы вот с Димой спим на том диване, бабушка с дедушкой. В тот вечер в доме, охваченным пламенем, находились дети. Дима, внук Александра, даже сейчас, вспоминая события, еле сдерживает испуг. У меня истерика такая была, что я испугался, что у меня дом горит. Сейчас дом есть, даже бумаги получены, но он без всех необходимых коммуникаций и минимальных удобств. Средств, которые получают два пенсионера, на проведение работ вряд ли хватит. Единственный выход, говорит воин, интернационалисты, это кредиты, а ему в этом году исполнится уже 60. Анастасия Гришина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. 54 новых случая COVID-19 подтверждены в Орловской области. 112 человек выздоровели за минувшие сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3278. В целом по стране выздоровели 463 880 человек. 9 начинающих фермеров из Орловского региона стали обладателями грантов. По результатам конкурсного отбора научных и образовательных организаций, почти 10 миллионов рублей получил Федеральный научный центр зернобобовых и крупиных культур. Всего же прямая господдержка сельхозтоваропроизводителей нашей области в этом году превысит 1 миллиард 300 миллионов рублей. О ходе выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства шла речь накануне на заседании правительства. О государственной поддержке аграрного сектора, перспективах уборочной кампании, реализации инвестиционных проектов и многом другом речь пойдет 9 июля в прямом эфире Первого областного. Гостем программы «Готов ответить» станет Сергей Борзенков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса. Свои вопросы вы сможете задать по телефону 76 10 28. Программа «Готов ответить» начнется в четверг в 20 часов. Эфир можно услышать и на экспресс-радио «Орел» на 104 ФМ. Первые резиденты особой экономической зоны «Орел» определены. Ими стали две компании – «Агрос» и «РК «Премикс». Об этом сообщает корпорация развития Орловской области по итогам заседания экспертного совета ОЭЗ. Подробности знает экономический обозреватель Первого областного Анастасия Гришина. Настя, что будут производить эти компании? Вика «Агрос» вошла в эконом-зону с проектом предприятия по переработке зерна. А «РК «Премикс» как следует из названия планирует построить завод по производству кормовых добавок. Объем инвестиций в оба проекта особой эко-зоны «Орел» местные власти оценивают в 1 миллиард рублей. По словам генерального директора региональной корпорации развития Михаила Панченко, его ведомство уменьшило сроки предпроектной подготовки для резидентов. Цитата. Напомню, особая экономическая зона «Орел» была создана на территории МЦНского района в октябре прошлого года. Предполагается, что через 8 лет объем инвестиций потенциальных резидентов ОС достигнет отметки в 9 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с двумя годовыми бюджетами «Орла». Орловским предпринимателям предлагают заявиться на новую меру поддержки. Бизнесмены могут компенсировать расходы на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции. Субсидию в 15 тысяч рублей выплатят компаниям, работающим в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита и спорта. Дополнительно, на каждого сотрудника государство выделит еще по 6,5 тысяч рублей. Заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Госдолг нашего региона увеличился почти на 2 миллиарда рублей. Ничего страшного, говорят с правительством мера эта вынужденная и временная. Деньги выделил Минфин России для поддержки областного бюджета всего на 180 дней. Отмечу, что с учетом предоставленных средств госдолг Орловской области составляет около 19 миллиардов рублей. Хорошая новость для орловских фермеров. Региональное правительство объявило конкурс на развитие семейного бизнеса. Будут выдавать гранты. Размер фонда 30 миллионов рублей. Начинающие фермеры могут рассчитывать на господдержку в 5 миллионов на разведение крупного рогатого скота и в 3 миллиона на другие виды аграрного производства. Исключение свиноводства. Заявки на грант и департамент сельского хозяйства будет принимать с 20 июля по 7 августа. На этом у меня все. Спасибо. С новостями о экономике нас познакомила Анастасия Гришина. Одной из основных промышленных отраслей в Орловской области является металлургическое производство. В ближайшее время готовится несколько проектов для развития литейной индустрии, рассказали в региональном департаменте промышленности и торговли. Не за горами и День металлурга. Традиционно отмечается праздник в 3 воскресенья июля. Что готовят из горячего металла на Орловских предприятиях, узнал Сергей Прошкин. Что сложного в том, чтобы сделать, например, бутылку? Сначала нужно выплывить образец для будущего изделия. По такой форме его и будут готовить. Практически все стекольное производство не обходится без работы литейщиков. И не только оно. Основное направление – это продукция для стекольных заводов, это форма комплекта для производства бутылок, это запчасти для сноформующих машин, это много разной мелкой нестандартной продукции и нестандартного оборудования. Вот так выглядит только что отлитая форма для изготовления бутылок. У нее впереди еще довольно долгий путь, но чтобы понять процесс ее изготовления, нам нужно будет вернуться немного назад во времени. В каждом литейном цеху свои секреты изготовления металла. Формовщики применяют землю. Ее нужно предварительно подготовить и перемешать. Землей засыпаются модели в специальных контейнерах, опоках. Весь процесс в целом не из легких, говорят рабочие. Работа тяжелая, конечно, но есть свои плюсы. Также горячий стаж, первая категория, уходишь на пенсию раньше из-за этого. Ну, плюс укороченный рабочий день, есть время позаниматься своими делами. Плавильщики варят в печах специальный металл из легированного, особо прочного чугуна. Его состав уникальная технология не только для орловского производства, но всей страны. После установки опок формовщики вручную заливают в них металл с помощью ковша. Он, конечно, установлен на кране, но удержать вдвоем 100 килограммов жидкого металла довольно непросто. После того, как металл застыл, у нас очень такие, ну, с средним весом отливки. Примерно застывают процесс кристаллизации где-то в течение 40-60 минут. Потом идет выбивка. Выбивка вручную. Литье подаем на обрубку. Землю подаем на вторичную переработку. Уже использованную после формовки землю необходимо очистить. Для этого здесь есть специальная гибротита. Уже очищенную землю после подобной обработки можно использовать для следующей формовки. Одними бутылками и банками дело не обходится. На предприятиях области в ход идут самые разнообразные детали для множества отраслей. Пресс-формы, модельные комплекты, станочные приспособления и инструменты. Большинство из них особенно пригождается в механическом производстве. Что такое металлургия для Орловской области? То значимость этой отрасли для Орловской промышленности переоценить, в общем-то, невозможно. Потому что металлургия, еще раз подчеркиваю, это то, без чего ни одно машиностроение немыслимо. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. 3590 орловчан сейчас проходит основной период сдачи ЕГЭ. Более 3000 – выпускники этого года. 223 человека прошлых лет. Также сдает госэкзамен 191 выпускник со средним образованием. Во второй день ЕГЭ по русскому языку губернатор Андрей Клычков посетил 40-й лицей. Глава региона ознакомился с ходом проведения испытаний в период пандемии COVID-19. Вместе с ним за работой членов Государственной комиссии наблюдала Карина Лаврушина. На второй день государственных экзаменов по русскому языку глава региона решил проконтролировать качество проведения ЕГЭ в Орловской области. Все экзамены проводят с соблюдением санитарных мер. В пункте выдачи ЕГЭ есть средства индивидуальной защиты и антисептики. На входе всем измеряют температуру. В школе работают два медкабинета. Я считаю, что достойно справились с этой задачей. И может быть даже переход на дистанционное обучение позволил нашим выпускникам профильно готовиться к тем экзаменам, которые они планируют сдавать. Перед началом экзамена Андрей Клычков пожелал ребятам успешной сдачи ЕГЭ. Далее глава региона побывал в Центре оценки качества образования. Губернатор и директор этого центра Алексей Карлов рассказал, что здесь работают 60 онлайн-наблюдателей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Каждый следит за четырьмя аудиториями, где проходит экзамен. И это не единственное новшество в организации ЕГЭ. Мы не получаем пакеты, не получаем диски, как это было ранее. Непосредственно по сети интернет каждый выпускник получает индивидуальный контрольно-измерительный пакет и приступает к работе. Кроме этого, после завершения экзамена сканирование готовых работ, уже выполненных работ, также происходит в аудитории. То есть за пределы аудитории работа ребенка не выходит. Ознакомился губернатор и с пунктом проверки знаний, а потом изучил процедуру верификации экзаменационных работ. Компьютер не смог распознать или сомневается в символах, приходит на верификацию нашим специалистам. Также глава региона провел онлайн-брифинг с руководителями пунктов проведения ЕГЭ и членами госкомиссии. Совещание состоялось здесь же, в ситуационном центре. Губернатору доложили о ходе проведения экзамена в других школах нашей области. Карина Лаврушина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Орловские библиотеки открылись для читателей. За исключением одной. Пушкинка готовится к переезду в здание бывшей четвертой муниципальной аптеки. Сейчас там идут ремонтные работы, фонд уже транспортирует. А вот книжные запасы Бунинки для посетителей доступны. Правда, учреждение работает по новому графику и в ограниченном формате. Какие отделы открыты для орловчан, расскажет Наталья Чунина. Красные линии, специальная разметка. Такая навигация теперь и в Бунинке. В защитных экранах, масках гостей встречают не стоматологи, а сотрудники библиотеки. Измеряют температуру, результаты записывают. Спускают читателей только в масках и перчатках. При входе у нас есть коврик, где обработать ноги можно, вытерев их. Антисептик для обработки рук. В каждом отделе тоже находятся антисептики для обработки рук. Возможности свободного доступа к фондам, к сожалению, на этот период пока не будет. То есть выбрать самостоятельную книгу не удастся. Надо будет обратиться за помощью к нашему сотруднику, который подскажет, поможет. Залы, читальные и электронных ресурсов также закрыты в букросинг на стопе. Зато отделы искусств, образовательных услуг и документов на иностранных языках работают в режиме абонемента. Книги от читателей принимают бесконтактным способом. Издание необходимо положить в специальную коробку. После того, как она наполнится, ее отнесут в специальное помещение. Там печатные труды будут храниться пять дней. Если книга в одном экземпляре, то читателям придется ждать, пока издание вернется с карантина. Однако, несмотря на введенные правила, орловчане рады, что библиотеки распахнули свои двери. Очень ждала долго. Два-три месяца очень была огорчена. Потом сегодня первая. Позвонила. Сегодня с работы сразу сюда. Возьму больше. Вдруг опять закроется. График работы областной библиотеки изменился. Читатели здесь ждут ежедневно с 9 до 18.00. Прерыв с 13 до 14 часов. Пятница – выходной день. Наталья Чунина, Ирина Волгова, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на «Экспресс-радио «Орел» на 104FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Крупным планом и под увеличительным стеклом люди в программе «Персона». Они придут и об их проектах узнает город, область и Ютьюб. Они полюбили искусство в себе, а мы полюбили их. Как им удалось и чего это стоило, они расскажут. Возможность и интерес. Да. Во вторник и в пятницу. Сразу после главных новостей. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 8,1% годовых. Звоните 22-20-67. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Морозова. 8 июля – день памяти святых Петра и Февроньи. Или же по-другому – всеми любимый праздник семьи, любви и верности. Святых знают в народе, как покровителей супружеской любви и хранителей семейного очага. Поэтому в этот праздник наши предки старались провести время вместе с любимым человеком. Хорошо, что традиция отмечать этот праздник сохранилась и в наше время. А теперь перейдем к прогнозу. В Амцентске небо затянет облаками. С большой вероятностью дождь. Днем температура воздуха около 27 тепла, ночью плюс 14. В Ливнах дождей не ожидается. Там солнце прогреет воздух до 30 градусов выше нуля днем, а ночью до плюс 16. В Болхове пройдут кратковременные осадки. Столбик термометра покажет плюс 24 днем, ночью же температура опустится до плюс 13. Дожди не обойдут стороной и центр области. Плюс 25 в дневные часы, ночью ожидается плюс 14. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 739 миллиметров штутного столба. Таков прогноз на среду. Будьте с нами на Первом областном. Наш партнер. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 8,1% годовых. Все сбережения застрахованы. Первый областной поздравляет вас с праздником семьи, любви и верности. Пусть хорошая погода не покидает стены вашего дома. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 8,1% годовых. Звоните 22 20 67. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники по антикризисным ценам. 20 лет мы работаем во имя памяти. Подробности по телефону 44 45 46. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова